Осенью калининградский автотор собрал последние Hyundai и Kia, после чего начал переналадку оборудования для выпуска других машин. И вот 30 января автотор и компания КАИ подписали соглашение о сотрудничестве и производстве автомобилей. Дистрибуцией займётся отдельное представительство – компания КАИ РУС. Первенцем оказался седан И5. Контрольный пакет КАИ принадлежит коммерческой структуре при правительстве города Ибинь, а остальными 49% акций владеет компания Cherry. А потому неудивительно, что именно Cherry отвечает за технику моделей КАИ. По факту И5 является радикально переоформленным седаном Ariza 7, который сама Cherry прекратила выпускать 4 года назад. Это одноклассник автомобилей Hyundai Elantra и Kia Cerato. В России будет представлена единственная модификация со 147-сильным полуторалитровым турбомотором и вариатором, имитирующим 9 фиксированных ступеней. Глава совета директоров холдинга Валерий Горбунов пообещал, что цена начнётся примерно от 1 миллиона рублей. Сейчас КАИ собирают отверточным способом, но со временем автотор перейдёт на полный цикл со сваркой, грунтовкой и окраской кузовов. Из Китая машинокомплекты везут через порты Дальнего Востока, а затем по Транссибирской железной дороге. Также проработан вариант паромных линий Санкт-Петербург, Калининградская область. Понятно, что после долгого простоя заводу Автотор очень нужна работа, поэтому уже в этом году к седану добавятся другие модели. В их числе компактный кроссовер, построенный на платформе Cherry Tiggo 4. В Китае он называется ShowJet, но для нас переименован в X3. Интересно, как к этому отнесётся представительство BMW. В Россию привезут атмосферную версию с вариатором. Как и у Cherry, привод только передний. За ним последует турбированный ShowJet Pro, он же модернизированный Cherry Tiggo 4 Pro, а для России КАИ X3 Pro. Роль флагмана сыграет среднеразмерный паркетник КАИ X7 Кунь-Лунь, длина которого составляет 4 метра 70 сантиметров. Под капотом модели установлен двухлитровый 250-сильный двигатель, с которым спарен семиступенчатый преселективный робот. А ещё Автотор начал сотрудничество с двумя другими китайскими партнёрами. Одним, скорее всего, станет государственный концерн BAIK. Он выпускает автомобили под торговыми марками Beidin, Arc Fox, Chenhe и Photon. Вторым претендентом на калининградский конвейер называется DUNFEN. Интересно, что электромобили этой компании под маркой EVOLUT уже собирает в Липецке компания MotorInvest.